Привет, друзья! С вами канал Одна Австралия. Я Александр Петров. Удивительные вещи происходят в мире. И сейчас, когда начался откровенный каннибализм агентов, и агенты начали друг у друга вырывать кусок скудеющей пищи, то есть вас, дорогие друзья, которые собираются ехать на иммиграцию или на обучение в Австралию, обучение обычно связано с иммиграцией. По крайней мере, вы желаете учиться в основном для того, чтобы потом иммигрировать в Австралию. И недавно произошло интервью одного из наиболее, наверное, известных блогеров, говорящих по-русски в Австралии, с не менее, наверное, известным, кстати, тоже блогером, но миграционным агентом, который хвалился, что он очень давно на этом рынке. Ну да, в действительности, но если вспомнить качество тех агентов, которые были 15-20 лет тому назад, то я бы просто не стал это комментировать. Честно говоря, у меня осталось впечатление, что тот человек, который брал интервью, то есть блогер, разбирается в вопросах иммиграции гораздо больше, чем интервьюируемый. Или, по крайней мере, ему особо нечего скрывать, в отличие от агента. И на вопросы блогера агент отвечал очень уклончиво и неопределенно. И я заметил, что многие комментарии были такие, нельзя брать интервью у людей, у которых бегают глазки. Это, кстати, такой нехитрый психологический сюжет, который часто обыгрывается в книгах, когда даются примеры того, как человек не умеет скрывать свои эмоции, когда он говорит, ну скажем так, не совсем правду. Но в этих ответах я бы хотел отметить несколько таких очень серьезных вещей, на которые вы, может быть, не обратили внимания. Первое. Когда был вопрос о том, а как бы не поставить работу, что ты выиграл дело, получил деньги, а проиграл дело, значит денег не получил. На что агент сразу сказал, нет, 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 это юридическая работа, я беру деньги за потраченное время, я не могу работать бесплатно. Минуточку. Ты являешься миграционным агентом. Соответственно, ты заинтересовываешь людей, ты говоришь с ними. Если ты уверен, что этот человек проходной, что в действительности получит, скорее всего, инвитейшн, вид на жительство и так далее, визу какую-то, в этом случае берись на условие, что нет победы, нет и денег. Ты же уверен? Иначе зачем ты берешься за это дело? А так вообще-то можно браться, вот как образовательный агент, я скажу, а давайте я буду брать тысячу долларов с каждого студента до подачи на студенческую визу. Да мне вот так за месяц сделать 100 аппликейшнс и заработать 100 тысяч долларов. Но я же этого не делаю. Я человек ответственный, я понимаю, что что-то возможно, что-то невозможно. У людей есть масса причин, почему они не получат студенческую визу. И я им объясняю, будь то уровни подхода, которых, кстати, этот агент, оказалось, не знает, будь то возраст, будь то визовая история, будь то финансовые обстоятельства, многое, что другое. И, соответственно, нельзя так относиться к людям. Из этих 100 человек можно выбрать, может быть, 5, но с этими 5 работать и на 4 заработать. Ну, один, да, но ты потратил время пустую, человек потерял деньги за подтверждение квалификации за подачу, он потерял тысячи долларов, ну, ты потерял свое время. Так это же ты виноват, что человек получил отказ. Ну, не берись, если ты не видишь достаточно гарантированного успеха. А если 20% неуспеха, ну, ничего страшного, такова жизнь, ничего не бывает в жизни стопроцентного. Но, но, человек сразу сказал, нет, он всегда будет брать деньги и никогда не будет находиться в ситуации вин-вин. Это в менеджменте очень известная ситуация. Поэтому сразу делайте выводы. Когда был задан резонный вопрос, опять-таки, мне нравятся вот эти вот умные вопросы. Иногда вопросы настолько умные, что они дают подсказку интервьюируемому. Но, в этом случае, все было совершенно не так. У меня такое ощущение, будто блогер поймал человека неподготовившимся. А ведь он наверняка имел ответы на вопросы, или, по крайней мере, должен был их иметь, если уж он имел вопросы. Но, он заявил, что поиском работодателя человек должен заниматься сам. Как человек, живущий в Австралии, я скажу, мне даже не смешно. У меня есть масса людей, ребят, которые в действительности классные специалисты. Которые специалисты из России, из Украины, из Казахстана. Эти ребята приехали в Австралию. Они здесь учились. Они здесь даже более того, имеют определенный опыт работы. Они полностью адаптированы и к информационным системам, которые применяются, и к правилам поведения. У них отличный английский язык. И все-таки найти работодателя, который тебя проспонсирует, это достаточно большой подвиг. Даже найти работодателя, благодаря которому человек получит 491-ю или 190-ю визу. Говорит, что я с вас возьму деньги на свою работу. Смотрите, первое. А работодателя будете искать вы сами, а без работодателя вы никакую визу не получите. Это и есть шарлатанство. Это жульничество. И мошенника надо всегда обличать. Ну, что, в принципе, я и делаю. Далее. Начинать свою иммиграционную программу с туристической визы – это авантюра. Говорить такие слова – это либо глупость, либо подлость. Почему? Объясняю. Когда вы находитесь в Австралии, у вас очень много опций. Самая простая. Вы даже когда подаетесь на студенческую визу, вы можете оспорить отрицательное решение в трибунале и выиграть. И по моему опыту гарантированно выбрать, выиграть. Если же вы подаетесь из офшора, да нет у вас никаких прав. И на трибунал нет прав тоже. Поэтому вы оцениваете ситуацию. Решаете, что вам нужно точнее все увидеть. Вы приезжаете по туристической визе. И вы в действительности выбираете. Либо вы уезжаете домой, понимая, что шансов у вас никаких. Либо вы подаетесь на какую-нибудь визу, которая разрешает работать. Допустим, на учебную визу. И добираете больше баллов. Ищите работодателя. Получаете нужные дополнительные скиллс и так далее. Это не было указано агентом. Агент сказал – это авантюра. А знаете, почему агент это сказал? А очень просто. Авантюра это. Потому что человек, приехавший сюда по турвизе, ничего не заплатит агенту. Потому что туристическую визу делать, в общем-то, несложно. Особенно для человека, который может эмигрировать. Подразумевается, и финансы у него нормальные, и работа у него хорошая, и визовая история. Короче говоря, все карты сложились. Парад планет. Но человек вам, агент, говорит – нет, нет, нет. Почему? Да потому что, когда вы сюда придете, вы увидите, что король голый. Вы поймете, что, в общем-то, эмиграция не настолько сложна. И во многом она не зависит от агента. И что самое интересное. Блогер, который интервьюировал этого агента, сам об этом говорил в течение последних шести или семи лет. Он так и говорил, что делайте все сами. И это самый правильный путь. И большинство людей, которые смотрят этого блогера, именно так и думают. И поэтому они находятся на этом канале. Агент даже не понял этого. И говорить такое – это значит плевать людям в лицо. И это значит рубить сук, на котором сидишь. Сук – это такая часть дерева, если кто не знает. Студенческая виза – это бесполезная трата времени для профессионала. Правда? А как насчет, допустим, пяти региональных баллов? А как насчет пяти дополнительных баллов за то, что вы учились в Австралии? А как насчет того, что если вы подтвердили квалификацию и приехали, и учитесь здесь два года? И еще у 485 виза – два года. А если есть партнер, еще может быть два года за счет партнера. А даже восемь лет, а может быть и девять, и десять. Все зависит от того, насколько вы можете продлевать технические визы через себя, а то и через партнера. Но ведь три года стажа здесь – это десять иммиграционных баллов. А еще пять баллов за то, что учились. Это пятнадцать. А еще пять баллов о НАТИ. А то, что вы в действительности сможете здесь реально поднять английский язык. Я бы хотел посмотреть, как вы в своих волчьих восках сможете поднять английский. А здесь сдать на все восьмерки, да там три четверти сдают. Ну, или две трети. Имеется тест пяти. Да не всем оно, кстати, надо. А работодателя найти. У вас 485 виза выпускника после учебы. Все, если вы профессионал. Если вы вообще думаете получить какой-то офер. Да вот, пожалуйста, вам очень-очень большие шансы. Почему человек не говорит о студенческих визах? Почему он говорит о них отрицательно? Да потому, что эти люди, скорее всего, не будут нуждаться вообще в миграционном агенте. А уж в таком агенте. Тем более. Вот вам вся правда. Как говорил Руслан Имранович Хасбулатов, вот где собака порылась. И еще. Насчет пожеланий. Те, кто желает эмигрировать, обязательно добьются своей цели. Да неужто? А если человеку 42 года, нет английского, трое детей, работал не по специальности. Он что? Тоже таким профессиональным путем добьется успеха? Нельзя говорить людям, что вот видишь планка, 2,40. Вот ты прыгаешь через 2,40. И все, ты эмигрировал. Почему? Ну потому, что это спорт высоких достижений. Это сразу тебя оставляет в стороне. Да тут уже и возраст не важен. Понимаете? Ну вы никогда не прыгнете в высоту на 2,40, если вы не супер какой-то там спортсмен. Вот в чем дело. И когда говорят, что вы обязательно добьетесь цели. Да, вы добьетесь цели. И вам объясню, каким образом вы добьетесь цели. Первое. Вы поставите эту цель. Сами рассчитаете все ваши возможные пути. Или с доброй подсказкой людей, которые не занимаются таким вот крысятничеством, как такие вот агенты. После этого приедете по самой дешевой туристической визе. Ну конечно, когда границы будут открыты. А ведь опять-таки маленькая подсказочка. Дорогие друзья, ну вы подойдитесь с этим агентом. Допустим, вы сдали английский, еле-еле на семерке. Вытянули, сдали. А границ не откроют 2 года. Падение числа иммигрантов сейчас ожидается в 5-6 раз. И Скотт Моррисон, премьер-министр, и все правительства штатов, и региональные офисы типа Ордеи, да? Они все заявили, что приоритет будет отдаваться тем людям, которые живут уже, работают в региональной Австралии. Понимаете, регионы у нас сейчас рулят. Именно туда поедут люди, которые учились здесь и находятся здесь. И они вот недалеко вчера Евгения приезжала, Евгения и Юрий приезжали, смотрели наш Виндзор, который является региональной Австралией. То есть эти люди, которые разговаривают с первым, вторым, пятым, десятым, двадцатым, тридцатым работодателем на тридцать первом, они все-таки найдут себе работу. Снимут здесь жилье и останутся. Вы, которые находитесь там, ребята, ну что вы мне пишите письма, что я вот учила английский, я надеялась, а мне 37 лет. Дорогие друзья, вы надеялись, потому что вы слушали вот людей, которые вам говорят, те, кто желает эмигрировать, обязательно добьются своей цели. Ну и, и чего вы добились? Так вот, приехав по турвизе, вы оглядитесь, все сами оцените. Вы встретитесь с людьми, которые оставались тем или иным путем. Вы поймете, что нельзя стрелять в птицу, когда она летит, а надо стрелять с опережением. Бесполезно, кстати, спрашивать людей, которые 10 лет тому назад приехали и говорят вам, вот так надо эмигрировать было тогда, а сейчас другие условия. Вы поговорите, например, мне тоже было как бы указано, что, а вот он там типа аферист. Да у меня, между прочим, на видео десятки, уже, наверное, сотню людей, которые рассказывали свой эмиграционный путь, который состоял либо из студенческой визы, либо из туристической, либо из студенческой визы. А у этого-то, извиняюсь, даже не знаю, как назвать помягче, агента, у него вообще кто там, где у него фидбэк, где люди, которых я могу пощупать. А я могу, между прочим, переговорить с людьми, покажи мне визу, покажи, как ты сюда въехал, покажи, что ты делал, покажи. Если ты не можешь показать, значит, ты подсадная утка. А здесь студенты, да их и визовая история, их знакомые, их работа, все это visible and feasible, это все абсолютно вот факт на тарелочке, который вам дают. Так кого же вы слушаете? Этого чудака? Нет, так, дорогие друзья, человек зарабатывает деньги, не очень красиво, но это его проблемы или ваши проблемы, но уж точно не мои. Вот, но, но, в итоге, в итоге расплачиваться за все вам. И не надо потом говорить, что все агенты плохие. А-а, не все агенты плохие, это вот вы плохие. И когда у вас начнутся проблемы, наслушавшись таких, вините только себя. Ну и того конкретного агента, который вам пообещал, вы все, дорогие друзья, сможете. Только подавайтесь со мной. Усекли? Ну, сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам и девицам урок. Спасибо.